Так и Духа Аминь. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст на 8-й беседе, на 2-е послание к Тимофею, говорит там о скорбях благочестивым и о промысле Божьем. Все, говорит апостол, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих. Каждый, говорит, желающий жить благочестиво, будет гоним. Под гонениями он разумеет здесь скорби, печали. Подлинно невозможно человеку, идущему путем добродетели, быть без печали. Все это они или скорби искушений. Ибо как это возможно тому, кто идет путем тесным и скорбным? Тому, кто слышал, в мире будете иметь скорбь. Иоанна 16 глава, 3-3 стих. Если Иов в свое время говорил, не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника. Иова, 7 глава, 1 стих. То не гораздо ли более теперь злые же люди, обманщики, говорит апостол, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, 13 стих, говорит. Нисколько не смущайся, говорит, если они благоденствуют, а тебя постигают искушения. Таков порядок вещей. Человеку, который борется со злом, невозможно не испытывать скорбей. Борцу невозможно прилагать, прилагаться неге, придаваться. Воину в сражении невозможно пиршествовать. Посему никто из находящихся в борьбе пусть не ищет покоя и не придается наслаждениям. В настоящее время есть время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий. Это есть поприще подвига. Время покоя будет после, а теперь время усилий и трудов. Но что, если бы добрые веселились, а злые наказывались? Одно может быть, но другое нет. Злые могут терпеть наказание, но добрым постоянно радоваться невозможно. С апостолом Павлом никто сравниться не может, но и он проводил всю жизнь в скорби, в слезах, в рыдании, днем и ночью. Три года, говорит он, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас деяния 20 глава 31 стихи. Еще много раз был в опасностях. Это 2 Коринфянам 11 глава 26 стихи. Не так он жил, чтобы сегодня радоваться, а завтра скорбеть. Но не переставал скорбеть ежедневно. Как же он говорил, что злые люди и обманщики преуспевают во зле? Он не сказал, что они наслаждаются покоем, но преуспевают во зле. Это преуспеяние во зле. Не сказано, что они будут благоденствовать. А когда они подвергаются наказанию, то наказываются для того, чтобы ты не думал, будто грехи остаются ненаказанными. Гиенна не может удержать нас от зла. Посему Бог из сожаления к нам сам удерживает и пробуждает нас. Если бы никто из порочных не подвергался наказанию, то никто не думал бы, что над делами человеческими бодрствует Бог. А если бы все получали наказание, то никто не ожидал бы будущего воскресения. Потому что все здесь получили бы воздаяние от него. Посему Бог и наказывает, и не наказывает. Праведники здесь испытывают скорби, потому что они странники и пришельцы, и находятся в стране чуждой. Таким образом, праведники терпят бедствие для их испытания. Ибо, послушай, что говорит Бог Иову, ты хочешь не спровергнуть суд мой, а обвинить меня, чтобы оправдаться, Иова 40 глава 30 стих, а грешники, когда терпят что-нибудь подобное, то в наказание за грехи свои. Итак, будем благодарить Бога за все. Так ли Он делает или иначе, ибо то и другое полезно для нас. Он ничего не делает с нами по ненависти или по отвращению к нам, но посылает то и другое по вниманию и по печенью о нас. Тот, кто знает священное писание, как должно знать, не соблазняется ничем случающимся, все переносит мужественно, иное принимает веру и приписывает непостижимому домостроительству Божию, а для иного видит основания и находит примеры в писании. Ибо не исследовать всего и не домогаться познания всего – это ясный признак знания. Относительно Бога, кто хочет знать все и дерзает исследовать все, тот особенно и не знает, кто такой Бог. Ибо в Боге большая часть сокровенна, и исследовать дела Его невозможно, знай только то, что Бог устрояет все, что Он промышляет обо всем, что мы свободны, что Бог иное совершает, иное попускает, что Он не желает ничего злого, что не все бывает по Его воле, но иное и по нашей. Именно все злое только от нас, а все доброе как и от нас, так и от Его помощи. Что от Него, не скрывается ничто. Так Он действует во всем. Знает, смотри, что доброе, что злое и что безразличное. Как то, добродетель – добро, порог – зло, богатство, бедность, жизнь, смерть – безразличные. Познав это, мы вместе с тем мы разумеем, что праведные страдают, дабы получить венцы, а грешники – дабы получить наказание за грехи свои. Впрочем, не все грешники получают наказание здесь, дабы иные не стали не верить Воскресению. Равным образом и праведники не все страдают, дабы ты знал, что не порог достоин похвылы, а добродетель. Вот правила и законы прилагают к ним что угодно, и ты не будешь оставаться в недоумении. Как у грамматиков есть шеститысячное число, под которое все подводится, и все можно определить и разлагать по этим шеститысячам правил, около которых обращается все, это те, которые учились в грамматике. Так и здесь. Кто знает эти правила, которые, я опять кратко повторю, тот никогда не соблазнится. Какие же это правила? Следующее. Добродетель – добро, порог – зло, а безразличные болезни, бедность, козни против нас, клеветы и тому подобное. Праведные здесь страдают, а если некоторые из них и благоденствуют, то для того, чтобы добродетель не казалось страшной. Злые здесь веселятся, дабы получить наказание там. А если некоторые здесь наказываются, то для того, чтобы зло не оказалось добром, и дела их безнаказанными. Если же они наказываются не все, то для того, чтобы не утратилась вера в день воскресенья. И между добрыми есть люди, совершающие злые дела, за которые они здесь и отдают отчет, равно как и между злыми есть люди, совершающие добрые дела, за которые они здесь и получают воздаяние. Дабы потерпеть наказание там, дела Божии по большей части непостижимы. Великое различие между нами и Богом. А какое именно, того сказать невозможно. Если мы будем рассуждать таким образом, то ничто не смутит нас, Господу нашему славу, веки веков. Аминь. 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 Аминь.